О программе «Доступные лекарства» 70-летняя Людмила Северинова-Литвинова знает все или почти все. Без особой запинки перечисляет тех, кто может ею воспользоваться. На диабет, по-моему, астма и сердечники, по-моему, да, говорили о том, что в аптеке будут выдавать бесплатно лекарства за счет государства. Самой пенсионерке пока нет необходимости обращаться к врачам. Правильное питание и активный образ жизни сделали свое дело, говорит женщина. Дома у нее даже аптечки нет. А вот станет ли неплохим подспорьем программа для тех, кто нуждается в постоянном приеме препаратов, женщина сомневается. Что-то мне кажется, что вряд ли государство будет бесплатно давать. Это, ну, как вам сказать, ну, говорят же, бесплатный сыр мышеловки. Никакой мышеловки – простая и доступная схема, говорят в Министерстве здравоохранения. Для участия в программе чиновники пока отобрали лишь три заболевания – сахарный диабет второй степени, бронхиальную астму и сердечно-сосудистые заболевания. В своем отборе опирались на статистику. От них в Украине смертность выше всего. Для этих групп медикаментозное лечение должно стать наиболее доступным. Получить доступные лекарства просто, говорят в МОЗе. Достаточно у врача взять рецепт, в котором будет указано не коммерческое название, а действующее вещество препарата. После этого необходимо найти аптеку вот с такой наклейкой. Чиновники от медицины выделили 21 наименование действующих веществ. Граничную цену на препараты, содержащие эти вещества, вывели из средней цены на аналогичные лекарства в пяти соседних странах. Препараты, стоимость которых выше обозначенной, пациенты будут вынуждены покупать самостоятельно. Полностью государство компенсирует лишь самые дешевые аналоги. Они обязательно должны быть у аптеки. Участницы программы отмечает исполняющая обязанности директора областного аптечного склада Ирина Тарасова. На усмотрение больного, по его желанию, если он ранее принимал препарат, содержащий такое же действующее вещество, но другой торговой марки. И при условии, если этот препарат включен в реестр, он может его получить с частичной доплатой. Но еще накануне выдавать пациентам доступные лекарства в аптеках участницах программы не могли. Причина задержки, поясняет Ирина Тарасова, в отсутствии реестра от МОЗа. На именование торговых марок медикаментов, их всего 157, стали доступны сегодня. Сегодня мы уже готовы. Почему? Потому что реестр, тот, который мы ждали, он вышел. Сейчас дистрибьюторы приводят цены в соответствие. И уже с сегодняшнего дня начинается закупка данных лекарственных препаратов. Участие в программе «Аптек» добровольное по Харькову и области, пока на сотрудничество пошли государственные аптеки и подразделения областного аптечного склада. Присоединяться ли к ним коммерческие сети, пока не ясно. Но чиновники все же надеются привлечь больше участников. Компенсировать стоимость лекарств аптекам будет государство. В Минздраве говорят, позаботились о том, чтобы деньги быстро доходили до учреждений. Первое – будет оплата аптекам вдвече в месяц. Они могут на 15-го и на 13-го подавать заявки, сколько им нужно отчислить деньги. И второе – это будет сделано на уровне района или города, наиболее приближено до аптек. На реализацию программы правительство выделило 500 миллионов гривен. Харьковской области из них причитается 35. Субвенция, отмечает заместитель губернатора Михаил Черняк, рассчитана, исходя из количества нуждающихся в таких медикаментах. Специалисты рассчитали. Есть доведенное по каждому району, по городам областного подчинения количество пациентов, которые необходимо обеспечить, в каком объеме у них есть прописан алгоритм принятия тех или иных препаратов. Количество – это понятно. Поэтому уже субвенция доведена из расчетных показателей. Деньги уже выделены и должны покрыть потребность города и области в течение года. При необходимости дополнительные средства смогут выделить уже на местном уровне. Правда, увидеть эти деньги аптеки смогут только после голосования депутатов. По процедуре их должны распределить на очередной сессии областного совета, дата которой еще не назначена. Оксана Нечипаренко, Андрей Домовой, Михаил Воронков, Евгений Шинкаренко. Агентство телевидения «Новости». Продолжение следует... Продолжение следует...